Приветствую вас и в вашей проблематике есть несколько подходов, на мой взгляд, которые можно учитывать при ответе на ваш вопрос. Во-первых, это коррекция поведения, а просто корректировка поведения. То есть изменение реакции, изменение цепной связи между стимулом и реакцией. Есть стимул, крик на вас, и есть, соответственно, реакция. Это то, что вы делаете. То, что вы как бы сбрасываете из себя этот негатив. Здесь важно выяснить именно связь между. И почему она проявляется. Это связь. Можно использовать, конечно, такие варианты, как, например, пауза свободы. Потому что, когда клиент на нас орёт, он проявляет себя в роли преследователя, и социально. А психологически он жертва. И, соответственно, вы, когда начинаете орать, вы тоже берёте на себя роль преследователя социально, а психологически вы жертва. И здесь вот нужно брать баузу свободы, говорить себе мысленно, как бы, стоп, чего я хочу. Вот именно сейчас чего я хочу. Соответственно, как я могу этого достичь, и чем готова заплатить. То есть, понимаете, это вот такая корректировка достаточно простая идёт. Можно использовать такие вещи, как, например, соответственно, почему на меня этот клиент дарёт, что он не удовлетворён, что у него проблемы, что у него трудности сейчас, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, постараться лучше понять своих клиентов, постараться лучше разобраться с тем, что их волнует, лучше увидеть причину, по которой они вообще в колл-центр звонят. Ну, это короче же жизни, они туда звонят, правильно? Ну вот. Соответственно, у них какие-то проблемы, и, соответственно, тут необходимо акцентировать внимание именно на том, кем вы представляетесь для них, для клиентов. вот. То есть, клиенты, в принципе, видят вас как такую часть системы, против которой они, клиенты, сами настроены довольно-таки недоброжелательно и скептически, а то и вообще негативно. ну, это нормально, это бывает. И вот вам нужно четко увидеть свою роль, и роль клиента. где вы находитесь, какая у вас социальная картина, где находится клиент, какая у него социальная картина, какая у него социальная позиция, грубо говоря, да? Ну вот. Это необходимо учитывать, обязательно при поведенческом подходе. и корректировать свое поведение, исходя не из того, как вы себя сейчас воспринимаете. Кстати, это очень важный вопрос. Как вы видите себя в данной ситуации? Кто вы в данной ситуации? Как вы воспринимаете клиента? Каким он представляется? Вам, каким он представляется вашему сознанию. Вот. И, соответственно, это вот все тоже нуждается в корректировке в определенной. Далее. Ну, здесь уже в зависимости от вопросов, да? То есть, если вы, например, не понимаете, почему клиенты на вас орут, или, если вы думаете, что они так развлекаются, как бы, то это, соответственно, требует корректировки определенной. Опять же. если вы считаете, что клиенты как-то должны себя вести определенным образом, то, соответственно, это тоже ваши ожидания, и они продиктованы, ну, собственно, вашими установками, и так далее. вот. То есть, тут нужно углубиться, что, почему люди себя так ведут, и так далее, если вы этого не понимаете. на самом деле. Но, на мой взгляд, куда более важно увидеть, почему вас так сильно задевает их крик. понимаете? Вот. Что заставляет вас кричать на клиента? Вы говорите, что негатив. Куда девать негатив? Хорошо. Куда девать негатив? Ага. Но почему негатив вообще появляется? Почему то, что происходит, что-то происходит, вы вообще считаете конфликтом? Ведь это же не конфликт. По большому счёту. По крайней мере, в нём не участвуют два человека. В нём участвуют два человека, но каждый конфликтует с собой. Клиент конфликтует с собой, потому что у него проблемы, а вы конфликтуете также с собой. Потому что его крик вы воспринимаете как негатив. И весь вопрос в том, почему. Скорее всего, в детстве на вас кричал. И скорее всего, этот крик в детстве для вас что-то означал. Что-то негативное, что-то откровенно ужасное и так далее. И он, этот крик побуждает вас кричать в ответ, то есть защищаться. То есть, в основе лежит страх. у вас. Можно ли говорить о том, что этот страх является мистическим и скачает немножечко ваше ваше представление о мире, о людях, о себе. Можно. Можно об этом говорить. И соответственно, это нужно проработать. вам необходимо подкорректировать некоторые ваши представления об этом, искаженные представления сделать реальными, ну и так далее, так далее, так далее. Очень может быть, что в клиенте таком, который кричит на вас, вы видите каждый раз того, кто кричит на вас в детстве и соответственно в данном случае это называется линейный комплекс, то есть вот вы попадаете в определенную ситуацию, на вас начинают встречать, вы кричите в ответ. Вот. То есть все, комплекс опустился. И это привычная модель поведения. Привычная модель поведения, в которой необходимо разбиваться. То есть привычная модель поведения, которая стимулируется тем, что вы считаете себя вопросом всех. вы видите себя в опасности и как бы защищаетесь. Поэтому, но опасность в чем? Опасность от кого? Может быть, вы не уверены в себе. Вот. Может быть. Может быть, вы чего-то боитесь. Например, боитесь потерять работу и из-за этого. Может быть, есть еще какие-то у вас проблемы, которые вообще здесь не указаны и которые находятся вообще на первый взгляд за гранией. Ну, за рамками, за рамками вот того, о чем вы пишите здесь. Но, тем не менее, эти проблемы на вас влияют. Соответственно, отсюда возникает вопрос, всегда ли вы кричите на тех, кто кричит на вас? или вы стали проявлять себя так только вот здесь, при работе в колл-центре. Если всегда, то это, скорее всего, точно детские, детско-родительские отношения. Если только при работе в колл-центре, то, соответственно, можно говорить о более узкой проблематике, но одновременно более позднее возникшей и, соответственно, более легко устраняемой. Тут вот нужны эти моменты выяснить. Что касается того, что вы не знаете другого способа сбросить в себя неприятные эмоции, то это, очевидно, родительский сценарий. либо анти, либо просто сценарий. Вот. То есть, у вас в семье сбрасывали негатив криком. Это тоже неправильно. Ну, или как неправильно. Это, скорее, деструктивно по отношению к вам. На самом деле, способов очень много. Это, как отреагировать, да, то есть, телом подвигаться, там, может быть, как пройтись, там, может быть, выпить кофе или что-то еще. А, скажи, как тут можно плавать в бассейне после работы? Или, там, пробегочку устраивать? Или просто в спортзал ходить? То есть, способов, на самом деле, достаточно много. Я не думаю, что вас именно физический способ сброса неприятных эмоций интересует. Я думаю, что вы привыкли сбрасывать негатив именно так. и, чтобы перестать это сделать, ну, с одной стороны, понять, что для вас значит пор клиентов, с другой стороны, понять, как вы себя чувствуете, чего вы боитесь, чего вы опасаетесь. Ага, значит, с третьей стороны, это увидеть, почему вы выбираете именно крик, то есть, можете ли вы выбрать что-то другое в ответ. И, собственно, из чего состоит негатив, то есть, почему вообще негатив остается. И, как вы вообще входите в конфликт с клиентами. То есть, как мы с конфликтными клиентами, ну, с клиентами, которые настроены как бы негативно, да, с ними лучше даже не вступать в конфликт. То есть, ваша ошибка в том, что вы изначально вступаете в конфликт с ними. То есть, пытаетесь противостоять, на самом деле, это не нужно. У вас есть работа, у вас есть обязанности, у вас есть регламент, у вас есть то, что вы знаете, все это вы, как бы, человеку даете. Все. Больше ничего не нужно. Если клиент переходит в рамки, вы можете просто говорить, как бы, ну, простите, это не моя эрудиция, давайте я вас приведу куда-то. Вот. либо, простите, ничем помочь не могу. И все. Понимаете? То есть, вы переносите свои личные какие-то трудности, проблемы, особенности восприятия на работу. На работе необходимо стараться придерживаться именно того регламента, который у вас есть, и профессиональных обязанностей. Вам требуется только одно. выполнять качественно то, что вам приписано. Все. Больше, как бы, ничего не нужно. И вам необходимо увидеть границы самой. Увидеть границы того, что вы реально делаете. у вас, например, цель. Есть у вас, например, задача показать клиенту продукт. или предоставить возможные способы решения проблемы. Ну, в том или ином случае. То, что вы можете сделать, вы делаете. То, что вы можете сделать, вы сделаете. Если клиент после этого хочет конфликтовать дальше, если клиент к вам не прислушивается, это не ваша проблема. Это его проблема. Вы, со своей стороны, сделали все, что могли. в ваших силах. Это нужно. Понимаете? Если клиент все равно конфликтует, значит, он хочет конфликтовать. Он хочет конфликтовать. Понимаете, какая штука? Ему это нужно. Ну, а почему вы должны реализовывать то, что человеку нужно? ему нужно, и это его проблема. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Может быть, вы хотите конфликтовать. Может быть, вы хотите кричать. Может быть, вы специально создаете эту ситуацию для какой-то цели. Подсознательно. Может быть, подсознательно вы стремитесь к тому, чтобы был конфликт. Только для чего? Чтобы выплеснуть негатив. Или, может быть, чтобы таким образом получить внимание, например, к себе, из-за того, вам его не хватает. Либо, может быть, вы не чувствуете себя живой, если не происходит крик. то есть, когда вы не кричите, и когда не кричат на вас, вам кажется, что, ну, что, нихрени. То есть, вы не принимаете себя, не принимаете своих чувств, и не принимаете, соответственно, чувств других людей. Вот. Может быть, таков. То есть, у того, что вы делаете, есть причины. и эти причины, они важны. Понимаете? Вот. Ну, а если говорить просто о способах, я полагаю, что способы здесь простые, я вам их отлучил. Могу сказать только, что вам нужно выбрать тот способ, который вы хотите, вам ближе, значит, использовать его. Идеально, чтобы вы сбрасывали свой негатив через времяпровождение с любимым человеком, да, то есть, отдыхая как-то, занимаясь любимым делом, и так далее. Вот. Ну, и постарайтесь понять, что, крича на клиента, вы ничем от него не отличаетесь, если вы считаете, что он не прав, если вы считаете, что он должен вести себя по-другому, если вы считаете, что его позиция в корне не верна, не права, то, когда вы кричите, вы так же не правы. Вот. И, соответственно, единственное, что вы можете сделать, это, по большому счету, что, ну, если вы считаете, что вы другая, если вы считаете, что вы другая, ну, и поступайте по-другому. Вопрос еще в том, в мотивации. В мотивациях какая? Понять, куда сбрасывать негатив, просто как его сбрасывать? Или мотивация не быть такой, как клиент, или мотивация, например, не уволиться с работы. В чем смысл того, что вы делаете? Потому что, а, как бы, степень изменения вашего поведения, вот, ну, это понимание, что ваша вспыльчивость, она может быть, как бы, ну, чертой вашего характера. И люди, некоторые люди, некоторые люди могут вас любить. Вот. Вот. Может быть, вы очень искренний, душевный человек, вот. У которого истинность проявляется вот так вот, видит такую вспыльчивость. Вот. поэтому, а, совсем уж, убирать, подобные, подобные параллельности, нельзя. Нельзя. Это вас сломает. Но, необходимо понять, чего вы именно хотите. Вот. Потому, и, в чем вы видите проблему. вот, понимаете. Вот. Вот. Может быть, вы считаете, что это негатив, и что клиенты не должны на вас, там, не знаю, кричать, что клиенты должны вести себя исключительно, как-то, ну, правильно, да, выдержанно, и так далее. вот. Может быть, у вас есть такая установка, и, вы, как бы, придерживаетесь ее. и, в таком случае, вряд ли, кто-либо вам, может, ну, кто-либо, может вас убедить в обратном, на самом деле. Вот. То есть, на мой взгляд, важно, чтобы вы все-таки, постарались определить, чего вам хочется. Вот. Что вы считаете, важным, для себя. и, исходя из этого уже, работа. Значит, можно, например, убрать негатив, можно, например, научиться его сбрасывать, можно, например, учиться по-другому воспринимать клиентов, можно, например, по-другому воспринимать себя, можно иначе относиться к работе, можно определиться с приоритетами, можно, например, увидеть, ну, поздравьте увидеть, что для вас значит увольнение, то есть, может быть, именно, вот, из-за страха увольнения, или Астаха подряд работал и так себя ведёт. Понимаете? А вот. То есть моментов здесь на самом деле очень много. Вопрос в том, какой момент вам ближе, с чего вы хотите. Сначала нужно сформировать запрос. А потом уже двигаться по решению этого запроса. В принципе, на каждый из возможных запросов я вам рекомендации дам. Другое дело, что без психолога вам будет сложно, может быть, их реализовать. Но это уже детали. В принципе, если у вас нет возможности оплачивать услуги, например, психолога, то подобные рекомендации вам вполне подойдут. Ну а если есть время, средства и желание на то, чтобы более подробно проработать, то, что с вами происходит, разобраться в природе этого, то я думаю, что стоит выбрать эксперта и поработать с ним более приватно. Потому что подобные вещи, которые вы описываете, к сожалению, не происходят сами по себе. У них всегда есть причины. И причина эта кроется, соответственно, либо в страхе, либо в неврозе. То есть в подавленных желаниях. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Спасибо.